В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главная тема выпуска. Студенты муниципалитета отметили Татьянин день на ледовом катке у 10-й школы. Сегодня мы вышли на улицу и провели это мероприятие на коньках. Подведены итоги смотра конкурса Новый год 2022. Лучшее оформление. Все заявки, которые были поданы, мы выезжали комиссионно, фотографировали, обсуждали, выбирали. Дорожные проблемы 6-го микрорайона. Проезжие части плохо убраны, а на Ермолинском кругу образовался отстойник большегрузов. Я регулярно здесь застреваю, меня регулярно здесь вытаскиваю. Оригинально решили отметить Татьянин день в Ленинском городском округе. В разные годы студенты собирались в кинотеатре «Искра», центральной библиотеке или Доме культуры. В этот раз праздник был организован на ледовом катке у Видновской школы номер 10. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. На прекрасно оборудованном катке у 10-й Видновской школы уже прошло несколько зимних мероприятий. Идея отметить день студента здесь, по сути, лежала на поверхности. В учебных заведениях Ленинского городского округа активно поощряются занятия спортом. Я приехала сюда с мужем, вышла недавно замуж. Он также обучается в нашем колледже. И так как мы любим кататься, активный образ жизни, решили не упускать возможность приехать покататься. У нас также в колледже проводились лыжные соревнования. То есть колледж дает большую возможность заниматься всяким видом спорта. В организации праздника активное участие приняли сами студенты, а им фантазии не занимать. Здесь можно было не просто покататься, но и принять участие в различных квестах, названия которых говорят сами за себя. Дворовый керлинг, валенковый тир, хоккейная эстафета, интеллектуальный баттл. Посетил мероприятие и глава Ленинского округа Алексей Спаский. Он сделал несколько кругов по катку, после чего началась официальная часть. Плюс-минус в этих 20-х числах января заканчивается сессия. Я очень надеюсь, что все или почти все из присутствующих удачно сдали экзамены за отчетом и с чистой совестью смогут провести каникулы с праведственником, с татьяным днем. Алексей Спаский вручил благодарность главы представителям колледжа Московия и Московского регионального социально-экономического института. Также они получили подарки от местного отделения партии «Единая Россия». Цель подобных мероприятий в том числе способствовать сплочению студенческих коллективов. Строение отличное. Пришли сюда с группой, чтобы повеселиться, покататься на коньках, дружить коллективом, так сказать. Такие общие праздники всегда вместе. Да и собираемся даже вне колледжа вместе. Мы собираемся, катаемся по городу Москве, там красиво очень и так далее. Справлять Татьянин день в Ленинском городском округе – давняя традиция. В разные годы в Видном студенты собирались в кинотеатре «Искра», центральной библиотеке или Доме культуры. Нынешний праздник призван внести в эту традицию новые веяния. «Сегодня мы вышли на улицу и провели это мероприятие на коньках. Никакого действительно не было в данный праздник. И детям очень понравилось, студентам пришло очень много людей. И они все катаются, вы видите, все за здоровый образ жизни». Закончилось мероприятие традиционно дискотекой. Правда, в этот раз студенты танцевали на коньках. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В здании администрации Ленинского округа подвели итоги смотра конкурса «Новый год-2022. Лучшее оформление». Финалистами стали шесть предпринимателей муниципалитета, которые подготовились к праздникам наиболее креативно. Слово Екатерине Борисовой. Еще 15 декабря 2021 года администрация Ленинского городского округа призвала предпринимателей украсить свои предприятия к Новому году и поучаствовать в конкурсе на лучшее оформление. На конкурс «Смотр» в итоге поступило 12 заявок. «С моей точки зрения, маловато бизнесменов, предпринимателей откликнулось на это. На следующий год надо учредить, я думаю, материальные призы в том или ином количестве, которые люди смогут потратить на то, чтобы объект стал еще более красивым. Договоримся, да?» В результате конкурсная комиссия определила шесть победителей в номинациях «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Их пригласили на торжественное награждение в администрацию муниципалитета. «Все заявки, которые были поданы, мы выезжали комиссионно, фотографировали, обсуждали, выбирали и выиграли достойно». «Приятно, что оценили наши усилия, наши труды и наградили. Это такой мотивационный, такой правильный ход со стороны администрации. Мне захочется еще больше украсить, точнее, мне уже хочется на следующий год украсить еще больше». Владелица мастерской букета в шестом микрорайоне Маргарита Степанова уже шесть лет украшает свой салон не только к каждому Новому году, но и к другим праздникам. Говорит, часто люди заходят просто полюбоваться убранством и необычным декором, а в итоге становятся постоянными клиентами. «Каждый год на Новый год у нас разный цвет. В этом году выбрали золотой. У нас был золотой Дед Мороз говорящий. Все украшаем я и моя мама. Бизнес нужно строить так, чтобы он был красивый и в него вкладывать». Все предприниматели заверили, что и дальше будут делать свой бизнес красивее, а также с удовольствием примут участие в конкурсе в следующий раз. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого. Жители шестого микрорайона жалуются, что дороги плохо убирают, а снежные завалы на обочине не позволяют припарковать машины. Самая сложная ситуация в районе разворотного Ермолинского круга. Чтобы узнать, как сейчас обстоят дела, по адресу выехал наш корреспондент Дмитрий Книга. В этом году зима выдалась как никогда снежной, что доставляет большие проблемы и неудобства всем жителям, в том числе и автомобилистам. В социальных сетях люди жалуются на недостаточное количество парковок в шестом микрорайоне. С наступлением зимы проблема стала еще острее. Теперь автомобили здесь паркуют, где придется. Сейчас круг, связывающий Ермолинскую и Калиновую улицы, очищен от снега. Но еще несколько дней назад очевидцы замечали, что он превратился в отстойник для большегрузов. Паркуются, когда легковые автомобили, понять можно. Честно, понять можно. Но фуры, откуда здесь берутся, непонятно. Да, это проблема. Рядом с кругом работает платная парковка. Однако, по словам местных жителей, она уже заполнена и водителям приходится искать свободные места на близлежащей территории. Все обочины заняты автобусами. Дополнительную нагрузку создают торговые палатки, шиномонтаж и кафе, находящиеся поблизости. Вот здесь маршрутки стоят, автобусы, машинам некуда встать, фуры. Они становятся, им тоже некуда встать. Никому здесь некуда встать. Тем временем движение здесь становится все более интенсивным с каждым годом. Трафик увеличивается не только в связи со строительством новых домов, но и с развитием городской дорожной сети. В прошлом году открылся выезд из шестого микрорайона на трассу М4 Дон, а сильные снегопады лишь усугубляют обстановку. Я регулярно здесь застреваю, меня регулярно здесь вытаскиваю. Поставить машину негде совершенно. Я приезжаю домой поздно, я круги мотаю, конечно. Дорожные службы убирают накопившийся снег, но это не решает глобальную проблему с парковкой на данном участке и создает предпосылки к образованию пробок. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Видно в Скадетской школе искусств прошел концерт под названием «Вспоминая Рождество». На сцене малого зала выступили учащиеся органного класса и отделение духовых инструментов. Юным талантом аплодировала Наталья Буслаева. За богатую звуковую палитру орган неофициально называют королем музыкальных инструментов. О его уникальных возможностях зрителям, пришедшим на концерт, рассказала преподаватель детской школы искусств Наталья Литюк. Трупы органа могут издавать совершенно разные звуки. Они могут имитировать инструменты оркестры, например, флейки, причем разных видов, гобой, фагот, трубу. Они могут сочетаться или объединяться в такие созвучия, которые будут имитировать даже звучание камерного или даже симфонического оркестры. Наталья Литюк – участница многочисленных международных фестивалей органной музыки. Концертную деятельность совмещает с преподаванием. Сама юная участница концерта – восьмилетняя Анастасия Адучаева. Девочка учится в детской музыкальной школе для одаренных детей по классу фортепиано, а параллельно занимается на органе в Видном. Также в рамках концерта, вспоминая Рождество, на сцене выступили ученики класса духовых и ударных инструментов. Наталья Буслаева, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова